Здравствуйте, мои дорогие зрители! Здесь будет много интересных образов. Это центр Москвы. И вот вам, пожалуйста, две первые яркие модели. Практически в каждом моем ролике есть такая модель, которую я про себя называю Фея. И мне кажется, вот эта девушка очень подходит на эту роль. У меня очень миловидное лицо, длинные локоны. Но, несмотря на это, она модно одета, длинное платье, белый джемпер накинутый на плечи, белые мощные кроссовки. Интересно, это ее дети? Выглядит она как старшая сестра. И помните, я вам говорила, что Бакси сейчас в моде? Мини, кстати, тоже. И вот здесь тот самый пример, когда мини и грубые сандали. Вот очень интересная парочка. Одна вся такая цветная, явно не приверженница минимализма. И платье длинное, цветное, и жилетка тоже цветная. У второй модная, кстати, сейчас обувь. Такие копытцы сейчас в моде. Прозрачность тоже в моде. Но, в целом, мне, конечно, нравится не очень. Вот здесь вот тоже прозрачность и выглядит это по-другому. Но, главное, объяснить вам, в чем разница, я, пожалуй, не смогу. Вот хороший офисный комплект. Платье в горошек, белый жакет, белые кеды. Вы, кстати, не помните, откуда пошло, что такие рукава носить не комильфом. Ой, вот очень мне понравилось. Здесь нижняя белая юбка и сверху черная, какая-то шифоновая, яркий такой принт. Очень красиво смотрится. А это еще одна фотосессия. Очень люблю всегда за этим наблюдать. Девушка-фотограф обвесилась сумками и своими, и чужими. Вот такая вот тяжелая доля фотографа. Рубашка, надетая вторым слоем, поверх майки или какого-то топа. Отличный прием. Сама все лето так ношу. И на контрасте вам, посмотрите, какие две нарядные дамы. И, судя по сумочке, вышли они не из офиса. Очень нарядная трендово смотрится розовый костюм, но мое сердце, конечно, завоевал белый жакет и шелковая юбка. Ну, а это вполне себе может быть офисный вариант. И я заметила все-таки, что платье в горох смотрится особенно женственно. Это платье, несмотря на то, что оно мини, наверное, тоже могло бы быть в офисе за счет своего цвета и лаконичности, но обувь весьма легкомысленно. Про эту девушку можно было бы подумать, что оно только что с пляжа, но нет. Сейчас так носят в городе шорты и топы в виде бра уже в моде не первый год. Хотя, конечно, для города шорты я бы выбрала чуть подлиннее. И минутка рекламной паузы. Для тех, кто впервые на моем канале, я хочу сказать, что у меня есть еще один канал, где я показываю примерки в магазинах, знакомлю вас различными брендами, а также демонстрирую свой личный гардероб и показываю возможности различного сочетания привычных нам вещей. А это было жизнерадостное платье и каблук. И вот вам, пожалуйста, две еще шикарнейшие дамы на каблуках. И все здесь прекрасно. И фигура, и наряды, и каблук. Украшения женщины, я считаю. И никакого оверсайза. Все по фигурке, все как вы любите. Есть еще женщины в русских селениях, в смысле в русских городах, не испорченные модными трендами и кроссовками. Здесь вот тоже девушка не испорчена кроссовками. У нее мюля на каблучке. Кстати, розовый костюм очень даже в тренде. Не знаю, мне кажется, не очень удобно ходить в этих мюлях. Но все-таки не кроссовки. Напишите, носите вы каблуки в обычной жизни? Или как я? Ну, все на плоской подошве. Ой, вот еще тоже нарядные, красивые. В платьях летящие такие расцветки красивые. И тоже каблуки. Прям какая-то вечеринка, по-моему, где-то намечается. Народ подтягивается. Красиво одетый. Мне нравится вот этот цвет коричневый у девушки. Коричневая келли, коричневая обувь. Мой любимый цвет обуви из сумок. А вот это хоть и микротренд, но я что-то частенько его встречаю. Микротренд этот называется теннис. Такие вот юбочки типа теннисных. А здесь мне понравилось сочетание узких блестящих брюк сложного серого цвета и трикотажный бледно-розовый джемпер и обувь в цвет джемпера. Все-таки наши женщины не выходят, надев первое попавшееся им под руку. Это что за промоушен? Двое из ларца в одинаковых футболках. Вы знаете, я приверженница однотонных материалов в одежде. Не очень люблю принты. Вам всегда показываю, чтобы вам не было очень скучно. Вот вам, пожалуйста, яркое цветастое платье. Девушка опять в теннисной юбочке прошла. Здесь вот тоже принт, но он ближе моей душе. Какой-то не такой цветастый. Хотя я, конечно, вот люблю не больше трех сочетаний цветного одежды. Как здесь, например. Белая, черная, красная. А вот аналогичный комплект, но только по цветовой гамме. Здесь уже белые узкие брюки, обувь на каблуке. Вам, кстати, какой комплект больше понравился? Я рискну предположить, что этот. Главное, чтобы она рюкзак заменила на какую-нибудь сумочку. Здесь тоже белая, черная и красная. Но красного совсем чуть-чуть и создает только акцент. Крайняя девушка вообще одета практически в монохроме, таком розоватом. А здесь всего два цвета в комплекте. Черный и синий. Но заметьте, цвет ремешка от сумочки совпадает с цветом брюк. Все просто, но не просто. Звериный принт всегда актуален. Если не хотите выглядеть слишком агрессивно и сексуально, как в леопарде, выбирайте вот такой принт. Змея. Если вы еще наденете джинсовую куртку и белые кроссовки, то вообще будете выглядеть очень безопасно. О, и вот он, самый трендовый тренд. Топ а-ля шторки. Вы же уже знаете, что в этом можно ходить не только на пляж. Что они здесь сделали, я так и не поняла, если честно. Ну, вот эта цветная рубашка, мне у нее здесь очень понравилась. Просто напомнила мне такой стиль хиппи с джинсами и с этим коричневым топом. А здесь мои любимые широкие шелковые брюки красивого серого цвета. И очень в цвет подходящая хлопковая рубашка. Сочетание фактур прекрасное. Молодой человек рядом тоже очень модный. Ну и продолжая мужскую тему. Вот тоже яркий молодой человек. Я почему-то мало внимания уделяю мужчинам в своих роликах. Надо как-то исправляться. Сиреневый пиджак и такого же цвета футболка. Получился монохром очень красивого цвета. Именно так переводится цвет, который Пантон назвал Верри Перри. Очень красивый. А широкие джинсы – это, пожалуй, самая модная модель этого сезона. В общем, девушка явно в теме моды. Здесь тоже у нас широкие джинсы. Я люблю широкие джинсы. Это, конечно, никак не украшает джинскую фигуру, надо признать. Но в них очень комфортно. А это наша молодежь. Большинство из них вот сейчас вина так и одеваются, расслаблено. Тоже широкие джинсы. Но мне интересно, они специально так оделись. Черно-билые, черно-билые и так вот симметричненько. А здесь все гадало. Это какие-то иностранцы на экскурсии или наш креативный класс. Оставлю и вас разгадывать эту загадку. А пока хочу сказать, что у меня отснято еще очень много материала. Жду от вас ответные реакции, лайков, комментариев. По ней я буду судить, насколько вам это интересно. И до новых радостных встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok